Всем привет! Вы снова на канале SEOquip. Меня зовут Николай Шмачков. Я сегодня начинаю цикл видео, посвященных аудиту юзабилити. Очень необычному аудиту я этот ролик делаю по просьбе большинства своих потенциальных клиентов и реальных клиентов, когда мы с ними общаемся. Многие спрашивают, что входит в аудит юзабилити, существует ли его некий чек-лист, как он делается, есть ли какие-то правила, на что нужно обращать внимание. Очень много таких вопросов. Я даже эти вопросы все расписал на своей страничке аудиту юзабилити. То есть вы можете посмотреть, какие это вопросы, зайти, я на них уже все ответил. Но я все же делаю видео, которое расскажет про аудиту юзабилити от А до Я, на что обращать внимание, какие вещи важны. Это видео скорее является больше пособием для начинающего вебмастера. Здесь вы не увидите какие-то реальные решения, потому что реальных решений универсальных не существует. Для каждого проекта они свои. И сейчас мы немножко коснемся азов юзабилити веб-сайтов на 2020 год. Поехали. В первую очередь, что такое аудит юзабилити? Конечно, да, это, собственно, анализ контента, направленный на проверку качества контента, дизайна страницы, структуре сайта и проводится сравнительный анализ с конкурентами. Ну, собственно, это и написано у меня на сайте, вы можете это заметить. На самом деле, это тот самый комплекс мер, который выявляет будущие задачи по разработке вашего ресурса. И конкретно, вот очень важно, каждый аудит юзабилити уникален. Я прямым текстом напоминаю, что не существует универсального чек-листа. Универсального нет. Есть, например, некая вот у меня карта, вот которая у меня есть собственная карта по аудиту юзабилити. Она большая, на что обращать внимание. Но вы мне поверите, что здесь нет никакой конкретики. Все, что я здесь расписал, это просто некий чек-лист проверки. Здесь вы ничего особенного не увидите. И более того, в зависимости от разных типов сайта, этот чек-лист прилично меняется. Мой чек-лист достаточно... Кстати, эта карта устарела уже на год. Я уже ее обновил. Ну, поэтому по старой карте мы сейчас вместе будем проходиться. И я затрону, вот, собственно, первую ветку этой карты. Мы будем сейчас по ней идти. На что нужно обращать внимание. В первую очередь, конечно же, я бы хотел, чтобы обращали внимание на какие страницы вы планируете продвигать. Самый простой способ выбрать страницы для продвижения, конечно, вы заходите, допустим, банально в Ахревс и смотрим топ самой популярной страницы. Или же, например, если у вас есть, например, свой счетчик метрики, можно зайти в отчеты и посмотреть на примере, допустим, одного из сайтов посещаемость вашего ресурса. Например, посещаемость по конкретным страницам. Можно посмотреть в целом посещаемость ресурса, но нас интересует, допустим, конкретных страниц. Пока Яндекс.Метрика грузится. Я все-таки неправильно выбрал, но это было все-таки страницы популярные. Вот, собственно, этот неправильный анализ, вот все, подсказочка. Да, собственно, вот здесь можно смотреть посещаемость ваших страниц и какие страницы, собственно, получили наибольшие переходы, куда пользователь переходил. То есть, и здесь вот по посещаемости выбирайте те самые популярные страницы, которые привлекли на себя больше всего просмотров, больше всего посетителей. И, собственно, где было наибольшее количество взаимодействий с вашим ресурсом. Конечно же, их проще двигать, это правда. То есть, страницы, которые имеют наибольшую посещалку, представляют наибольший интерес. Ну, а не какие-то те страницы, которые, допустим, не представляют даже потенциального интереса. Да, может оказаться, что ваши страницы не находятся в верхнем списке, а находятся в нижнем. Тогда над ним нужно работать и работать по семантике, не только по юзабилити. Но выбирайте те страницы, которые находятся в топе и попытайтесь усилить в них удержание. Потому что раз они уже и так дают вам трафик, сделайте так, чтобы удержание было на этих страницах максимально. К ним наибольший приоритет. В аудике юзабилити мы дорабатываем те страницы, где пользователей больше всего, а не там, где, возможно, их будет 3-4 человека всего лишь за месяц. Выбирайте те, на которые приходят, те 20% страниц, на которые приходится 80% трафика. Как только вы выбрали страницы, вы можете изучать, собственно, ее учеты в Google Аналитике непосредственно по посещаемости. То есть, соответственно, в карте поведения можно посмотреть обзор и посмотреть самые популярные страницы вашего ресурса. То есть, это очень удобный, простой анализ, который позволит выяснить самые популярные страницы на вашем сайте. Затем, на что вы должны, конечно же, смотреть, это на показатель отказов. То есть, анализ посещаемости страниц, отчет в Google Аналитике даст вам информацию о показателях отказов. Также нужно обращать внимание на среднюю длительность просмотра страницы. Если вы видите, что, допустим, у блоговой страницы средняя длительность просмотра маленькая, обязательно ее нужно дорабатывать. Я не буду детально останавливаться на том, как нужно увеличивать контент, но мы перейдем к следующему этапу, на что нужно обратить внимание. В первую очередь, если у вас высокий показатель отказа. Если он слишком высокий, значит на странице нет call-to-action элементов. Яркий пример. Вот по этому отчету мы видим у страницы 92% показатель отказа, то время как у других гораздо меньше, даже у других блоковых страниц. Почему, скорее всего, у этой странички попросту нет, как его называется, нету никакой call-to-action формы. И, скорее всего, так оно и есть. Мы сейчас зайдем на эту страничку, перейдем на страничку, увидим вот ее посещалку, сколько пользователей в данный момент. И обратим внимание, что call-to-action элемента никакого нет. То есть, я на просто статьях. Она не представляет ценности для маркетолога, потому что пользователь, просто прочитав статью, никуда не перейдет, раз уж только на какие-то сторонние ресурсы покинет ваш сайт. Первую очередь, это call-to-action элементы. Второй момент, это перелинковка. Давайте мы изучим эту страницу при помощи наших утилит. У нас есть утилиты, которая говорит, какие у нас ссылочки на ресурсы находятся. И мы, конечно же, сейчас посмотрим. Мы увидим, какие ссылочки есть, и я более чем уверен, что никаких ссылочек в контенте внутренних практически нет. Значит, в странице нужно делать перелинковку. Это значит, что пользователи, которые читают статью, фактически никуда не переходят здесь. Внутренних ссылок нет. Поэтому однозначно еще нужно во всех новых статьях делать обязательно перелинковку. Вот. И на это тоже нужно уделять внимание. Едем дальше. На что обращают во втором случае по поводу аудита юзабилити. Это, конечно же, время чтения. Это тот показатель, который вот Average Time on Page. И я рекомендую изучать его обязательно. Смотрите ваш средний показатель и сравнивайте с теми страницами, где показатель слишком маленький. Возможно, это те страницы, которые вам не нужно продвигать. Это реально может оказаться. Или, например, какая-то утилита не представляет. Есть какие-то страницы, у которых изначально небольшое время. Например, как страница услуг. Она является промежуточной, с которой пользователь переходит дальше. Собственно, это и есть показатель оптимальный. Вот. Процент выходов – это вот тот самый процент выходов, сколько пользователей закрывает вашу страницу. Вот. На него я бы обращал внимание. В первую очередь, показатель отказов и процент выходов, само собой. И если мы посмотрим, вот у нас есть, например, утилиты, на которых пользователи долго не проводят времени. Но у нас, кстати, с этим не так все плохо. Я ожидал худшему. У кого-то, возможно, здесь будет ситуация похуже. Рекомендую обязательно изучать этот отчет. Он позволяет выловить те страницы, которые нужно дорабатывать. Помните, аудит юзабилити направлен не для всего сайта. Это постраничный выбор работы. Ну, то есть юзабилити именно в этом аспекте, который я сейчас рассматриваю, вы должны выписывать те ошибки, которые точно нужно устранять в первую очередь постраничным. По поводу проработки основных элементов сайта мы, скорее всего, поговорим в следующем видео. Так что я рекомендую подписаться на канал. Не забыть нажать колокольчик. Это видео второе, которое я буду делать. Я тоже его запланировал. Но я хочу его дополнить ответами на вопросы, которые я хочу увидеть под вашими комментариями. Какие бы вопросы вы бы хотели осветить в следующем ролике по юзабилити. Итак, по поводу постраничного, надеюсь, вы поняли. Странички нужно изучать. Смотреть эти два ключевых показателя. Даже три показателя. Среднее время, показатель отказов и процент выходов. Помните, показатель отказов и процент выходов – это разные показатели. Показатель отказов, как вы можете посмотреть. Ой, единственное, что он задумался. Показатель отказов – это доля сеансов с просмотром одной страницы. Это когда открывали страницу, но не взаимодействовали с ней. Это значит, что у нас проблемы с тем самым отсутствием полезных ссылок, полезных call-to-action элементов. Процент выходов – это значит процент выходов сайта с этой страницы. То есть, показатель отказов может быть хороший, а процент выходов – высоте. Значит, пользователи просто ее закрывают. Значит, на этой странице никакого другого контента нет. Это тоже очень важно. Изучайте, в первую очередь, по просмотрам. И я бы рекомендовал, в первую очередь, анализировать уникальные просмотры страниц. Уники для вас важнее, чем обычные просмотры. На то они и уники. Едем дальше. Если же у вас на сайте есть call-to-action элементы, конечно же, неплохо было бы их оценивать. Единственный момент, для этого нужно настраивать события взаимодействия с этими call-to-action элементами. И, конечно, отслеживать анализ этих событий по страницам. В первую очередь, я бы посмотрел анализ этих событий на отдельных страницах. И, в первую очередь, изучал бы call-to-action элементы для этих страниц. Поэтому, обязательно просматривайте настройку событий по отдельным страницам. Это очень важно, потому что сами события, например, у нас здесь кнопки, которые настроены, где пользователи взаимодействуют. Можно посмотреть, сколько их всего событий, какое уникальное событие, сколько их было всего на странице. И сопоставлять, конечно, с показателем посещаемости. Это тоже очень важно. Это те самые лиды. Например, у нас это события лиды. Вы можете присвоить ценность всем этим событиям, которые оформляются на сайте. И, конечно же, видеть полную картину. Так как у нас ценность у всех лидов равнозначная, поэтому мы их и не различаем. Но, реально, на самом деле, здесь могут быть ваши заказы и подтягиваться стоимость заказа. Вы можете видеть, какие страницы дают большее количество лидов. Как вы видите, у нас есть страницы, которые дают огромное количество лидов. В первую очередь, это главное, да, поисковое продвижение и тому подобные страницы. Каждый лид – это потенциальный клиент в нашем бизнесе, конечно же, на немаленькие суммы. И едем дальше. Переходим к анализу так называемой тепловой карты кликов. Я здесь уже открыл один из сайтов. Это тепловая карта кликов одного из наших клиентов. Для того, чтобы ее перейти, можно просто зажать карточку кликов в вебмастере, в Яндекс.Метрики. Это делается через раздел «Карты». Вот здесь они все есть. Карта кликов в Яндекс.Метрике. И существует также карта кликов в Google Аналитике. Эту карту кликов в Google Аналитике можно поставить при помощи расширения Page Analytics. Это Google Chrome расширение. Вам просто нужно иметь доступ к Gmail аккаунту этого пользователя. И вы сможете, нажав всего лишь на одну кнопочку, увидеть всю карту кликов каждой страницы. Например, если интересует нас главная. Вот мы сейчас перейдем на главную страницу и оценим показатели главной страницы по карте кликов у нас. Учтите, это сообщение ошибки выдает стабильная утилита, так что не обращайте внимания. Вы можете увидеть, как пользователи взаимодействовали с какими элементами. То есть это довольно-таки полезно. Сколько пользователей переходило на какие разделы. Здесь же вы можете менять сегменты. То есть вы можете отследить, допустим, только платный трафик. Допустим, сравнить. Вот, то есть убрать, допустим, оставить только в контекстной трафике, сравнить контекстный трафик, как взаимодействовал непосредственно с вашим сайтом. Очень полезно. Позволяет сразу работать с нужными сегментами, которые вы себе создадите. И как они взаимодействуют с вашим контентом. Поэтому однозначно тепловая карта кликов в первую очередь должна и нужна. На что бы я обратил внимание в тепловой карте кликов? Конечно же, обращайте внимание, то есть когда вы делаете это, первый экран. По итогам исследований 80% времени просмотр веб-страницы приходится на первый экран. Поэтому все, что мотивирует пользователя к целевому действию, должно находиться на первом экране. Собственно, как оно у нас и реализовано. Обратите внимание, все элементы у нас находятся здесь. То есть это и есть наш волшебный первый экран, где все взаимодействует. Точно так же можем сходить на любой другой сайт и посмотреть карту кликов непосредственно в первый экран. Мы видим, что все элементы находятся на главной странице. Аналогично. Если бы мы смотрели мобильную версию, она бы выглядела точно так же. Так, единственный момент, что она не подгрузилась. Но мы попросим ее подгрузиться. Вот, например, наша мобильная версия. Мы можем посмотреть реальную карту кликов по мобильной версии, как пользователи взаимодействовали непосредственно с контентом на мобильной странице. Это тоже очень важно, посмотреть, куда пользователи кликают, куда пользователи интересуются, что и нажимают, какие элементы их интересуют. Обратите внимание, куда действительно чаще всего кликает ваш пользователь. Какие элементы пользователь не обращает внимания, где он прокручивает пальцем все свои элементы. Соответственно, точно так же вы можете использовать переход по другим сервисам. И, допустим, вот у нас сейчас здесь не помещается у нас карта ссылок. То есть, конечно же, я бы вывел и карту кликов, и карту скроллинга. И ответил бы на эти вещи, на эти вопросы в нашем видео сейчас. Карта скроллинга – это некий анализ, как пользователи скроллят ваш сайт. Это некая такая красно-зеленая полоса, которая говорит, ну, собственно, двигается ваш сайт или не двигается. Вы, собственно, можете это убедиться, посмотреть. Очень простой инструмент. Просто говорит, да, с какого момента скроллят. Как вы видите, пользователи интересуют, в первую очередь, первый экран. 80% пользователей находятся здесь. Теперь переходим к левой части. Особенность человеческого мозга воспринимает визуальную информацию слева направо. Ну, вы знаете, в других странах справа налево. Мы живем в нашем сегменте, у нас воспринимается все слева направо. И, соответственно, пользователи после загрузки начинают просмотр с левой части экрана. Эксперты сайта Conversion XL, собственно, рекомендуют разместить в ней список выгод бюллеты на левостороннюю часть. На эту часть приходится 69% времени. Поэтому, если мы убедились, захотим себя проверить, мы можем посмотреть карту кликов. И посмотреть, как пользователи действительно, условно говоря, кликают, какие элементы. И мы увидим, что здесь практически взаимодействия нет. Оно все сосредоточено в левой части. И это сделано не просто так. Собственно, F-анализ. Люди сканируют, как вы видите, контент в виде определенной буквы. Буквы F. Есть на эту тему у меня соответствующее изображение. Вы можете сейчас его посмотреть. Вот, собственно, пример, как выглядит эта буква F по карте скроллинга глазами. Есть такие исследования, айтрекинг, которые следят за глазами пользователей, куда они в данный момент смотрят. И они сопоставляют положение глаз пользователя на те зоны, куда в данный момент направлено зрение, собственно, человека. И оно сопоставляет, где он непосредственно находится в данный момент взгляд. Очень важно, потому что мы сейчас перейдем к следующим элементам. Это баннерной слепоте. Кто смотрел мои видео, знает, что у меня уже есть такой ролик на эту тему по баннерной слепоте. И я на эту тему уже рассказывал. Баннерная слепота – это некая особенность человеческого мозга, игнорируя то, что он по умолчанию распознает как бессмысленный контент. Баннерную слепоту можно обманывать, постоянно перемещая контент у себя на ресурсе. Пользователи привыкают к определенным видам рекламного и не целевого контента, который размещен в рекламных целях, либо в целях для того, чтобы собирать заявки, и игнорируют его. Поэтому для того, чтобы избежать этого, рекламодатели постоянно модифицируют свои сайты, чтобы рекламная слепота не мешала продвижению вашего бизнеса. Если вы посмотрите на паттерны поведения глаз, вы видите, что все глаза словно избегают все рекламные элементы и сосредотачиваются сразу на контенте. И даже когда идет старый рекламный блок, глаза его попросту обходят. И аналогично это можно увидеть и на этих изображениях, на этих сайтах. То есть рекламная баннерная слепота это трюк, защитный трюк мозга человека, который игнорирует тот контент, который он считает опционально бесполезен. Мы условно называем это чтение по диагонали, собственно вот это F-чтение, и чтение именно между строк. Это, собственно, на самом деле выглядит, реально в исследовании выглядит вот так. Пользователи концентрируют внимание именно вот в такой системе. И вы можете обратить внимание, да, здесь и послеживается то, что люди даже как-то читают необычно, какими-то зигзагами. Это и есть та самая пресловутая буква F при чтении. Известный трюк называется трюк со взглядом. Это визуальная подводка. Трюк, который я рекомендую дизайнерам обязательно у себя использовать. Визуальная подводка позволяет использовать простейший трюк, когда вам нужно обратить внимание пользователя на ваш оффер. Оффер, товар, услуга, например, мой телефон. Если вам буду вот так вот в ролике показывать телефон, вы будете смотреть мне в глаза. Но вообще на телефон смотреть не будете, даже если там что-то будет происходить. Но стоит мне сфотографироваться вот так, и я буду делать что-то вот так, вы обратите внимание, что я на вас не смотрю. И вы будете думать, а куда же смотрит данный момент Николай? А он смотрит данный момент на свой телефон. И вы уже будете смотреть, что происходит на телефоне. Этот трюк, в принципе, известен тем, что мы всегда подглядываем, ну, если кто-то с чем-то сосредоточен смотрит в сторону, мы всегда пытаемся посмотреть на тот объект, который он изучает. И этот же трюк работает в рекламе. Обратите внимание, этот трюк действительно используют опытные рекламисты, поэтому я вам с вами, конечно же, решил поделиться. И вы можете увидеть, в этом же исследовании айтрекинга он очень сильно заметен. Девушка, которая смотрит на взгляд, притягивает взгляд на себя. Девушка, которая смотрит на объект, притягивает взгляд на сам глаз и на объект, который она в данный момент смотрит. Простейший трюк, который позволяет привлечь внимание к товару, который вы планируете продвигать. Следующий момент касается цветового контраста. Цветовой контраст позволяет вам сделать тоже трюк на акценты на изображение на определенные объекты. Цветовые контрасты, которые вы делаете, позволяют пользователю сконцентрироваться на тех объектах, которые вам нужно обратить внимание. Я покажу на примере своего сайта. Вы обратите внимание, что дизайн нашего сайта зелено-белый. Но у нас есть один цвет, который бросается в глаза. Это оранжевый. До этого все кнопки были зеленые. Ну, просто другой оттенок зеленого. И заявок было гораздо меньше. Я долго выбирал тот цвет, который будет гармонировать с зеленым. Красный, синий. То есть я проводил разные вариации. И мы выбрали оранжевый. И именно этот оттенок оранжевого оказался максимально эффективен. И он у нас остался. И он действительно привлекает внимание. Мы обратили внимание, как только его поставили, что он действительно обращает на себя внимание. И пользователи действительно видят, что этот call-to-action элемент отличается по дизайну. И использовали, начали использовать его для продвижения. Следует также заметить, что мы нигде не используем в блоге стоковые фото. Это сделано не просто так. Не потому, что у нас нет денег на покупку стока. Нет. Он стоит дешево, на самом деле, купить запрос на депозит фото, если какие-то другие стоки. Очень дешево. Просто юмор в том, что фотки со стоков уже всем приелись. И срабатывает тот же триггер баннерная слепота. И поэтому не работают фото всякие непонятные. У нас раньше был сайт весь на стоках. Если порыться раньше в ходе, можно даже найти эти мертвые страницы. Кто-то в кэше может выкопать наш старый сайт в веб-архиве и посмотреть, какие у нас были страшные стоковые страницы. И да, не работало. Просто даже отпугивали клиента. А сейчас мы стали более надкими естественными. Заполнили сайт только нашими фотографиями. Сделали свой самобытный дизайн на все элементы. Конечно же, это сработало. То есть, никаких других элементов мы не используем. Только, как говорится, исключительно акцентируем внимание на реальное изображение, на реальную графику на нашем сайте. Следующий момент – это мелкий шрифт. Вы, наверное, обратили внимание, что шрифт на сайте может немножко отличаться. То есть, иногда какие-то элементы могут быть крупными, какие-то мелкие. Этот трюк, парадоксально, собственно, мелкий шрифт удостоился наибольшего внимания. Впрочем, все просто. Крупный текст люди сканируют. Ну, то есть, а мелкий текст, как говорится, пользователи останавливаются. То есть, они интересуются, а что же там таки написано. То есть, если мы зайдем, вернемся обратно на страничку услуг, обратим внимание, здесь есть много мелкого текста. Мелкий текст. И люди действительно останавливаются внимание, что же тут выделено мелким текстом. И мы проверяли, действительно, люди это читают, вот эти все элементы, они все это читают. Поэтому, когда они накликают, они видят этот мелкий текст и обращают на него серьезно внимание. Будете знать, когда будете продумывать контент на сайте. Но здесь нельзя делать слишком все мелко. Если текст слишком мелкий, пользователи просто на нем не сконцентрируют внимание. Поэтому, на сегодняшний момент, я бы еще хотел остановиться в нашей главе, это анализ путей пользователя. Есть в Google Аналитике шикарный анализ. Называется карта поведения. Карта поведения позволяет проследить путь пользователя от одной страницы к другой. Соответственно, вы можете выбрать те страницы, по которым проходят пользователи. Изучить их показатель отказов. И посмотреть непосредственно по проходящему трафику. Какой процент пользователей закрывает сайт. И какой процент пользователей переходит на остальные страницы. Как вы видите, страничка ProMotion YouTube уже прилично требует доработки. Собственно, чем мы и сейчас занимаемся. И сейчас мы будем серьезно рассматривать, вот, например, проходящий трафик по главной. Мы видим, что прерывание главной 84%. То есть, пользователи действительно закрывают главную после просмотра. Но вот этот оставшийся проходящий трафик нас интересует. Почему? Потому что мы именно с ним будем взаимодействовать. Какие страницы путешествуют пользователи. И здесь очень важно оценивать те самые страницы, куда пользователи действительно проходят. То есть, можно делать сегментацию. Смотреть реально там входящий трафик, собственно, исходящий трафик из этой рубрики. И, соответственно, мы смотрим, сколько трафика прошло. И какое время пребывания на этой группе происходит. По поводу карт поведения, я думаю, что здесь все более-менее понятно. Здесь можно добавлять и другие шаги. Смотреть, как пользователи взаимодействуют дальше с вашим ресурсом. Здесь для удобства можно отследить, допустим, не только страницу входа, допустим, а источник или канал. И посмотреть, допустим, как пользователь с органики на какие страницы приходит в первую очередь. То есть, можно посмотреть проходящий трафик по органике. На какие страницы приходит сколько весь трафик. На какие страницы приходится больше трафика. Где сливается трафик по органике. Где меньше сливается с других источников трафика. На самом деле анализ очень плотный, серьезный. И здесь точно так же вы должны постранично вылавливать те самые страницы, по каким страницам разбредается трафик дальше. Вы можете здесь добавлять любые анализы, то есть любые фильтры, которые позволят найти нужные элементы типов, соответственно, допустим, по конкретным страницам. То есть, допустим, вы можете там страница входа выбрать конкретно там такая-то и смотреть по всей странице входа всю сеточку. И это довольно очень простой анализ. Он требует просто, как говорится, задавайте правильные вопросы, получайте правильные ответы, как было в фильме Я робот, да, там кто-то смотрел. Вот. Задавайте вопросы. Для следующего видео я постараюсь остановиться на, собственно, на наших элементах юзабилити, тех самых элементах, которые я рассказываю на своем сайте. Я буду рассказывать, как делать классные шапки, как делать первый экран, как ставить правильно функциональные элементы, как делать текстовые составляющие на странице, как делать дизайн на отображение на разных устройствах рекомендации, как контакт формы, какие рекомендации, как правильно писать подвал сайта, лучшие примеры. Я постараюсь остановиться в следующих видео по юзабилити. Поэтому я хотел бы от вас, зрителей, узнать побольше фидбэка по этому видео. Оставляйте обязательно вопросы в комментариях, потому что я следующее видео буду делать гораздо позже, то есть это видео выйдет, потом я буду делать в следующем после отпуска, мне нужны ваши комменты. Именно благодаря комментам я сделаю ваше видео, следующее видео ответом и на ваши вопросы. Обязательно жду ваши вопросы. До новых встреч. Продолжение следует...